Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о самом быстром Гранд Чироке и подарке от правительства Москвы. Компания Jeep решила, что уже немолодому Гранд Чироке нужно больше модификаций. Буквально месяц назад американцы показали версию Trailhawk, предназначенную для езды по серьезному бездорожью. Еще бы! Ведь название бренда уже давно стало именно нарицательным, а подходящей модели не было. Есть, конечно, Wrangler, но он из другой оперы далекая от комфорта. Ладно, с внедорожной версией разобрались, берите и катайтесь. Но еще в конце прошлого года лазутчиками был замечен очень необычный Гранд Чироке, нарезавший круги на треке. И что же вы думаете? Американцы действительно подготовили самую заряженную из всех возможных версию внедорожника. Он будет называться Trackhawk, трековый ястреб. И ему под капот поместят огромный V8 серии Химии объемом 6,2 литра. Этот монстр развивает 707 лошадиных сил и 880 ньютонов крутящего момента. Максимальная скорость джип Гранд Чироке Trackhawk составляет аж 300 км в час, а первую сотню не самый маленький автомобиль разменивает за 3 секунды. Нынешнему поколению осталось жить на конвейере пару лет. Поэтому в компании стараются стимулировать поклонников покупать джипы именно сейчас. Следующее поколение будет построено уже на платформе Alfa Romeo. Глядишь, там ничего кроме скучных турбированных моторов и не будет. Правительство Москвы о нас заботится как может. И общественный транспорт развивает. И пешеходные зоны уже скоро будут везде. Автомобилистам иногда бывает несладко. Платные парковки, эвакуаторы, отсутствие логики в запретах. Нас упорно стараются пересадить на метро и прочие МЦК. Для этого на окраинах города строят большие перехватывающие парковки для тех, кто едет из пригородов. Ничего особенного. Просто клочок земли у конечной станции метро. Но тут наш столичный Дептранс внезапно решил прибавить парковкам дружелюбие. Теперь на некоторых из них поставили пылесосы и пункты подкачки шин. Мало того, даже влажная уборка салона теперь доступна. Ну а что? Вышел из метро, включил пылесос и с чувством глубокой благодарности мэрии отправился в свое ближнее Подмосковье. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.